Всем привет, с вами Катя. Сегодня у нас с вами будет шопинг-влог. Поехали! Я люблю H&M, так это за его трикотаж. И в целом тут за приемлемые деньги можно найти очень даже такие актуальные симпатичные свитерочки. Вот этот очень даже ничего. За 2500 рублей. На скидках он будет стоить дешевле. Здесь актуальный вот такой вот замочек. Вот такая кофточка с интересными плечами. По-моему, что-то было подобное у бренда Isabel Moran. По стоимости 3000 рублей. Что касаемо составов, здесь есть составы как и искусственные, так и в принципе с содержанием шерсти. Крепно в большей степени акрил и лана. Я даже, честно говоря, не знаю, что это такое, поэтому не буду говорить. Но мне кажется, сядет он довольно интересный. Этот тоже, как видите, не с идеальным составом. Но вот этот вот, наверное, поприятнее тактильно, чем вот этот. Этот все-таки такой немножко скрипучий. Вот подобный есть еще вариант. Тоже с такой кругляшкой. В таком песочном оттенке. Вот он, кстати, очень приятный к теме. Но что касаемо составов, он также синтетический. Я тут несколько вещей взяла. Вот этот, например, свитер уже с шерстью. Но по ощущениям он такой колючий. Я буду смотреть, как примерочно сядет. И заходите в мужские отделы. Потому что тут иногда можно найти что-то очень прикольное. Например, с бубенцами свитерочки. Вот такой молочный свитер. Он на 60% из шерсти и на 40% от пака. Он колючий. Но такой немного. Я меряю на голое тело, поэтому мне довольно чувствительный. Но я бы в любом случае носила бы такое с футболкой. По качеству очень даже. Стоит 5000 рублей. Мне кажется, очень классный свитер за такие деньги. Потому что в Заре за 5000 рублей мы с вами уже видели, какой такой тяжелый синтетический свитер продается. А здесь как бы довольно хорошая вязка. Мне кажется, мне будет очень тепло. Свитер, который привлек меня просто своим цветом. На камеру к ней сейчас он видится прям голубым, но на самом деле он бирюзовый. Очень клевый состав. Снова-таки 60% шерсть и 40% альпака. Он тоже также довольно колючий, но терпимо. Я довольно резко реагирую на такие колючие вещи. Но я бы его 100% также носила. Я вообще, в принципе, свитера и тому подобное всегда ношу под низ футболку. Во-первых, потому что свитер так меньше портится и реже его нужно стирать. Так что вот так. Свитер мне очень понравился. И цвет такой яркий, красивый. И я почему-то сразу в нем ананаску приставила. По стоимости этот, кстати, 4000 рублей. На мне был размер XS. Цвет, правда, очень классный. Советую обратить на него внимание. Этот свитер меня в первую очередь привлек своей золотой фурнитурой. Я все смотрю на подобные рода свитера. Я думаю, блин, ну почему они все время с серебряной фурнитурой? И как раз думаю, почему же нет нигде золотой? Ну вот, пожалуйста. Ну, она, правда, не очень качественно выглядит, но в целом довольно приемлема. Также здесь вот такая жемчужинка искусственная. На конце тоже, в принципе, симпатичный. Довольно так женственно смотрится. Он мягкий. 6% здесь шерсть. Все остальное полистер и акрил. И это как раз таки серия переработанная по стоимостью 2,300. В принципе, довольно приемлемый. Он прям очень легкий. Кажется, в руку у меня вот это вот платье. Хаки цвета. Джинсовая. Приятный очень силуэт. Такой притаменный. Также есть карманы на груди. И если вы девочка с маленькой грудью, то, видимо, будет смотреться ясно. Конечно, у меня нет с собой светлых колготок, но в целом я бы такое платье носила лучше бы на плоском ходу. И мне кажется, в чендем, если вы искали такие подобные кофточки или вот в данном случае такое вот платье-свитер с такими колечками, то здесь просто самый большой их выбор. Они настолько разнообразны по цвету, по составу можно найти как натуралку, так и ненатуралку. Разные цвета. Поэтому, если хотели, то вот смотрите. Я, кстати, подобную кофточку уже взяла в молочном цвете, но такую майонатенькую, так скажем. Вот это платье мне привлекло. Я вообще хочу какое-нибудь себе платье-свитер. Даже, возможно, и это. Кстати, по составу 59% шерсть. 41% альпака. Минус альпаки. То, что она вот такая ворсинистая. И вот эти все ворсинки остаются у вас на верхней одежде. Например, с верхним пальто. Это носить такое себе удовольствие. Стоит, в принципе, 6 тысяч за платье-свитер с таким составом. Тоже довольно колючий, но симпатичный. Пока не забыла. Хотела вам еще показать вот это худи. Также оно сейчас есть в H&M. Довольно классного качества. С таким начосиком. Оно не сильно плотное. Но, в принципе, мне сейчас в нем в самый раз. Везде уже вовсю зимняя коллекция. Точнее, новогодняя. Очень много люрексу. Кстати, на этом все довольны. Люрекс, 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 люрекс. Скоро, наверное, с вами пойдем уже примерять наряды к Новому году. Нравятся мне подобные платья на зиму. По составу здесь 8% шерсть, 52% полиэстера, акрил. В общем-то, по стоимости 2300, вполне себе такое нормальное трикотажное платье. Оно есть в нескольких расцветках. Молочное, серое. По-моему, такое бежевое. Но я решила хоть какого-то другого цвета добавить. И показать вам бордо. Тоже очень красивое. Мне бы хотелось, конечно, платья Миди. Я видела на сайте, что они такие есть. Здесь в магазине оффлайн я не нашла. Но в целом платье очень даже симпатичное. За 2300, по мне, отличная цена для платья с таким составом. На скидках будет еще дешевле. Платье из Кошзама. По стоимости 2500 рублей. Мне очень понравились его. Такие довольно объемные рукава. Если у вас тоже объемные ручки, как и у меня, в зоне плеча, то руки от таких вот будут смотреться более тонкими и изящными. Кожа сейчас как нельзя актуальна. Поэтому обращайте внимание на подобные вещи. Для меня еще плюс то, что здесь нет никакой фурнитуры, которая может дешевить вид платья. Здесь она такая вот, видите, пуговки. Отшиты также кожей. То есть они не имеют никакого цвета. То есть такое, знаете, базовое черное платье. Я тоже Эльку как раз-таки и брала. На тебе хорошо. Она такая нёшненькая. Настя, таки взяла себе брючки из манго. Я козяля. Тебе хорошо. Мне цвет ее нравится. Тебе очень красивый, да? И, господи, хроники Нарни. Хроники Нарни из-за секса в большом городе. Помнишь, она была в такой леопардке? Ну, это как будто ты у деда взяла. Она в деревню приехала. То, мамы, это у деда с деревни. Ну, как бы, да. Ну, что? Картофу, картофу причем? Картофу, иди копай. Дорогу, подпоясывайся, пожалуйста, веревкой. Вон там висит на облагороде. Да, и иди. Копай картофу. Вот это дикое шерсть. Да, я уже щупала. И он прям очень теплый. Он тоже смотрит очень классно. Профессионал говорит. Есть еще с золотым крючком. Тоже буду показывать. В инстаграм показывала вот эту кокту. Она очень клевая. Она не совсем прям так прямолинейно говорит о том, что Новый год, но цвет такой очень новогодний. И если вы умеете читать на английском, то как бы модная деваха. Красивая. Зараза. У меня довольно скептическое отношение к магазину Love Republic, но периодически можно здесь что-то интересное найти. Вот сейчас меня заинтересовал вот этот вот джембер. К сожалению, здесь опять-таки искусственные материалы. Стоимость 3,500. Составы здесь 56% акрил и 44% полиамид. Не совсем приятная к телу, но мне очень нравится ее расцветка и горло. Выглядит очень интересно. Она сверху вот такая мохнатенькая. А к низу такая красительная косичка. Очень понравилась вот эта юбка. Особенно ее цвет такой медный. Она сделана под кожу. Цвет реально очень крутой. По стоимости 3000 рублей. Я не люблю Love Republic из-за отношения цена-качество. К сожалению, качество здесь не самое лучшее. Одежда довольно устаревшего кроя. И ткани в основном синтетические. И стоимость высоковата. Мне кажется, что за эти деньги можно найти что-то более натуральное, более качественное и интересное. Есть какие-то вещи разовые, которые довольно неплохи. Вот, например, вот этот вот джембер. Мне, в принципе, нравится. Ну, качество. Ну, я бы его взяла бы на скидках. Вот, тысяча за полторы. Это самый просто максимум. Вот, сегодня, например, здесь 40% скидка. И цены указаны без учетов скидки. То есть 40% скидка можно его купить. Он стоит 3,5. Ну, как раз-таки там где-то около 2 он и будет стоить. Ну, честно, я бы еще меньше за него заплатила. Ну, такой вот он. Он неприятный. Ну, мне очень нравится его расцветка. Опять-таки, повторюсь, вот это голо очень интересно выполнено. Довольно интересное платье. Красивый оттенок. Мне нравится, что вот здесь вот такие пуговки можно расстепнуть. Мне бы хотелось, чтобы в бедрах оно было более объемное. Чтобы акцент был больше явно виден. Стали. По составу здесь 60% акрил, 20% полиамид, 11% хлопок и, там, сколько там, 4, по-моему, эластан. Состав так себе, по стоимости 3,5 тысячи рублей. Тоже, опять-таки, такой довольно скрипучий акрил. Ну, расцветка довольно приятная. И если вы носите мини, то обратите свое внимание на шортики. Это разнообразит ваш гардероб. В то же время вы будете себя чувствовать более комфортно. То есть, вы можете как-то там рассесться. Шортики мне нравятся по своему крою. Ну, вот ткань. Так себе. Плюс здесь такой люрекс. Не навязчивый, но все равно. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Всех я вас обнимаю. Целую, посидать. Всегда буду с вами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok